Последняя тема, которую я хочу упомянуть, она связана с Единой Россией, разумеется. Но она связана не просто с единороссами, как обычно, а связана с военными. Так уж получилось, что тема мне знакома. И вот список Единой России федеральный возглавляет господин Шойгу. Министр обороны, прошлый министр МЧС, приближенный к Владимиру Путину человек, с которым каждый год они ездят в тайгу кушать ягодки и пить травки. Так вот, выступил он тут заявление недавно. Послушайте речь, лидер Единой России, лидер партии власти. В Югославии со многими руководителями, которые потом попали в ГАГский трибунал, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать вместе. Это и Милошевич, и Караджич, и генерал Младич. И кого-то уже нет, но они тогда... Очень уж ему нравится дружить с людьми, которые подверглись ГАГскому трибуналу. Ну, в принципе, вся его деятельность, Шойгу, говорит о том, что вот он тоже имеет все шансы в свой любимый трибунал попасть рано или поздно. Но это я к чему? Смотрите, вот этот человек, нам рассказывают с экрана телевизора, что вот армию поднял, что хорошо живут наши военные, армия у нас самая сильная, боеспособная. И вообще, НАТО уничтожим, блин. Но в реальности российская армия, плохо укомплектована в плане личного состава, зарплаты там очень низкие. Там огромная коррупция. Каждую неделю новости, как в очередные миллиарды рублей, распилили на оборонке. Все это происходит годами. Ничего не меняется в лучшую сторону. Все только хуже, хуже, хуже. Сколько же можно там воровать, скажете вы? Ну, только и бюджет наш устроен так, что на оборонку выделяем больше, чем на какие-то полезные проекты. И там все разворовывают. И разворовывают это все в том числе благодаря Шойгу, которого свою любовницу посадил на госконтракты. Стюардесса ему понравилась, стала сидеть на госконтрактах. Свою жену посадил на госконтракты. Дочка его, успешная бизнесвумен, простите, которая ведет бизнес, блин, тоже с МЧС и с Минобороны, с структурами, которые близки к Шойгу по прошлой его карьере, что-то по нынешней. Всех он посадил на госбабло, всю свою семейку обогащается, сам живет, блин, в особняке. И вот такой вот скромный лидер партии «Единая Россия». Есть такой миф в народе, что, ну вот там, Шойгу более-менее приличный. Нифига он не приличный. Жулик, который еще и дружит с преступниками. А второй единоросс военный, про которого хочу поговорить, это господин Критополов, заместитель Шойгу, главный политрук в стране. Человек, задача которого посадить солдат в комнате и зачитать им, значит, какую-нибудь чушь про то, какие же там вот в Европе эти все слабые солдаты и армия, а какие же мы сильные. А теперь пойдемте чистить снег или там красить траву. Короче, фигней занимается Критополов, при этом очень важный военный. Его отправляли и в Сирию, и в Крыму, и во всех спецоперациях он был задействован. Важный чувак в этой системе. Он один из лидеров московского списка «Единая Россия», который возглавляет Собянин. И тут просто, знаете, я молю, блин, каждого москвичика Критополов, почему для меня такая важная тема. Это был человек, когда в рамках целой спецоперации меня доставили на Новую Землю. Это был человек, который курировал это все. Он звонил, заместитель Минобороны, блин, министр обороны, звонил, отчитывал местных командиров на Новой Земле, что вот как-то вы там слишком хорошо с Шевединовым обращаетесь, давайте жестче, давайте закинем его туда, лишим связи, пускай пьет топленый снег вместо воды. И, короче, много-много неприятностей мне пытался организовать. Вот этот вот дедушка, которого вы на своих экранах видите. Потом после меня еще похитили ряд активистов, и в том числе и моих коллег-сотронников ФБК. Там Артем Ионов, парень молодой с астмой, его похитили просто потому, что он работал айтишником ФБК, тоже не имели права его забирать, тоже целая спецоперация. И тоже тут это личико господина Картополова и ушки его торчали в этом деле, и тоже оказалось, что он названивал врачам в госпитале, куда доставили Ионова. Звонил военным, которые надзирали за ним, контролировал каждый вот шаг. Вот такой вот он важный, надувает щечки, какой-то важный военный. Посмотрите, как у меня много звезд, посмотрите, какой у меня красивый китель, и при этом занимается делами преследования политики. При нем армия, при этом человеке, стала одним из филиалов в СИНа в нашей стране. Блин, я очень хочу, чтобы вот эта вот порочная практика, когда над нашей армией издеваются, грабят ее и превращают в какое-то посмешище, прекратилась, чтобы наши военные были укомплектованы всем необходимым и жили достойно, приучили принятые зарплаты. И чтобы такие вот люди, вроде Картополова, во-первых, к Министерству барона никакого отношения не имели, а во-вторых, во власти не оказались. Он идет по, как кажется, изначально по проходному месту в списке Единой России, он входит в шестой в московском списке, учитывая, что актер Машков и Собянин, которые тоже в этом списке, они как паровозы, они свой мандат передают нижестоящим, он имеет шанс получить мандат депутата Госдумы, но если в Москве Единая Россия наберет меньше 30%, он никакого мандата не получит. Я очень надеюсь, что в Москве Единой России наберет мало, и Картополов не сядет нам на шею с вами еще на много лет и будет пущать теперь депутатскую зарплату. Нам не нужны такие люди в Госдуме. Нужны в Госдуме люди, которые будут отстаивать интересы граждан. Чьи интересы отстаивает Картополов, я не знаю. Может только догадываться, что ничего хорошего в этой истории нет. Но Картополов дал недавно интервью. Он не публичный человек, но недавно он дал интервью. Ну как, ты же все-таки кандидат в депутаты, как-никак, и для галочки нужно дать интервью какому-нибудь изданию. И вот он дал интервью аргументом и фактом и рассказал, как воспитывают молодых бойцов и как их учат отличать ложь от правды. Посмотрите, как в российской армии, по словам человека, который ответственен за это, цитаты вы видите. Мы их там, во-первых, включаем Бесогон Никиты Михалкова. Посадили солдат, показали серию, обсудили. И это работает. А вот сейчас мы вам покажем кусочек. Посмотрите, учить отличать наших солдат правду от неправды. Делают это программой Никиты Михалкова, который уже ку-кух и уехал. Программой Бесогон. Давайте посмотрим небольшой кусочек этой программы и продолжим наш эфир. Чтобы было понятно, я повторяю, это не прививка в нашем понимании, это чипирование. Вот послушайте. Это патент под кодовым номером WO-2020-06-06-06. Он был зарегистрирован 26 марта 2020 года. Заявку на патент подала компания Microsoft Technology Licensing LLC, которую возглавляет Билл Гейт. На секундочку отвлекусь, потому что как-то настораживает 06, 06, 06. Вы, наверное, понимаете, да? Это случайное совпадение или это намеренный подбор такого знака, который в апокалипсисе Иоанна назван числом зверя 666. Кстати, кто не знает, если вы сложите все цифры на рулетке в казино, у вас будет ровно 666. Но это по ходу. Вот такой вот программой в российской армии при господине Картополове, при одном из лидеров списка Единой России в Москве, учит отличать солдат правду от неправды. Программой Бесогон, очипирование, блин, а и числа дьявола. Вот такое вот фан-видео хотел я в конце показать. Не голосуйте за Единую Россию. Моя личная просьба в Москве. Ну вот как я хотел бы, чтобы он осенью плакал горькими сезами о том, что его москвичи опрокинули.